Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу начать свой влог прям с утра. Я хочу вместе с вами сделать масочку, потому что в предновогодней суете, мне кажется, не стоит забывать о себе и о себе любимой. И, кстати, напишите, делаете ли вы сами себе подарки на Новый год? Я делаю каждый год. Вот не знаю. Еще сама себе не выбрала подарок. Надо бы что-нибудь присмотреть себе. Хотела парфюм, но что-то не знаю. Что-то все хожу-брожу. Видно, ничего, наверное, не цепляет. Раз до сих пор ничего не купила. Я, как всегда, в масле и в своем тюрбане. Я скоро, мне кажется, с ним срастусь. Сейчас буду делать себе маску. Я вам ее уже 100-500 миллионов раз показывала. На самом деле, просто у меня закончились практически все мои запасы масок. Но сейчас уже осталось совсем чуть-чуть до Нового года, поэтому я делать заказ не буду. Буду делать его уже после Нового года, потому что... Ну, потому что... Потому что уже, наверное, сил на маске не хватает. Вот. Буду делать я вот эту тыквенную. У меня тут ее чуток осталось, наверное, сейчас и еще на один разочек. Ну, и пока масочка у меня действует, пойду загружу пока стирку. Вот. И потом приду смывать. Ну что, маску теперь я буду смывать. Название всех продуктов я вам напишу внизу в инфобоксе. И так как у меня сейчас очень, видимо, из-за отопления, из-за погоды, пересохла кожа в области вокруг глаз, я нанесу вот такую... Вообще, это маска, но я буду использовать в качестве крема. Небольшое количество нанесу под глазки. Но это потому, что у меня сейчас очень сухая кожа под глазками. Так, еще сейчас хочу показать вам свой заказ Фаберлик. Девочки, вот купила я... Он небольшой, на самом деле. Купила я вот такие баночки. Это баночки для сладостей. Я так понимаю, вот такие. Боже, как они мне понравились. Какие они классные. Ну, мне кажется, сюда не только сладости. Сюда много что можно сложить. В общем, я взяла три штуки. Почему три? Потому что предыдущий каталог я не успела их купить. У меня было написано, что их нет в наличии. Поэтому я в этот каталог, когда увидела, что они есть... Это, знаете, есть такое слово. Хапнула. Примерно про мои взаимоотношения с этими баночками. В общем, три штуки вот такие. Вот просто девочки хапнула. Я не знаю, зачем они три, но мне они просто нужны. Стоили они что-то там 200, по-моему, чем-то рублей. Вот такие вот классные. И у них... Единственное, что у них вот здесь вот, видите, вот такая вот прям тугая резинка. То есть нужно прям так хорошо их туда втапливать. Но мне кажется, со временем, если постоянно их открывать и закрывать, то они, ну, как бы разойдутся, скажем так. Так, вот так вот три штуки. В общем, да, счастливы, просто на самом деле до безумия. Очень они мне понравились. Очень классные баночки. Кажется, вообще супер. Также я взяла на стол вот такие вот салфеточки. Это новогодняя, в общем, тематика у меня. Мне кажется, очень симпатичные. Вот такие золотые, а с этой стороны не вот такие серенькие. В общем, четыре штуки. Тоже можно сказать, такие же взаимоотношения у меня были, как с баночками. В общем, сейчас буду стол свой украшать кухонный. Так, у меня еще мама взяла себе вот такие тапочки. Что-то ей захотелось. Вот такие, видите, они. Ну, кстати, прикольные тапки. Вот с такой подошвой. Достаточно мягенькие такие, пушистики. В общем, мама захотела себе. В общем, я ей заказала. И также мама себе взяла вот такой крем для области вокруг глаз. Не знаю, ну, не знаю, вот. Попробует, понравится, не понравится, не знаю. В общем, это будет она пробовать. Вот. Из косметики также я взяла вот такой гель для душа. Ну, повелась на упаковку. Пахнет, кстати, очень вкусно. Не то, чтобы даже апельсинкой, а вот какими-то даже фруктами такими. В общем, таким чем-то сладеньким таким. И вот такой гель для душа. Это мужской. Очень, кстати, приятный аромат. Но это я до кучи уже взяла мужу своему. Также я взяла, повторила вот это средство для матья посуды. Девочки, оно мне очень сильно нравится. Не сушит кожу и реально устраняет неприятные запахи. После рыбы все, вот все поверхности, даже можно просто столешницу вымыть. От чеснока на ура, от рыбы на ура. Просто отлично. Я его не разбавляю, использую концентрированный. Просто беру чуть-чуть его, ну, то есть маленькую капельку добавляю. Не сушит руки. Обычно вот от обычных средств для мытья посуды у меня вот очень сохнет кутикула. И вообще руки прямо аж стянуты такие. Здесь такого нет. И реально круто удаляет запахи. Мне очень сильно нравится. Вот артикул 11831. Я вообще все артикулы на все заказанные мной позиции оставлю внизу в инфобоксе. И также средство для туалета вот такое взяла. Тоже мне, кстати, нравится. Насчет аромата. У него не сильный аромат лимона, но очень хорошо удаляет известковый налет. Ржавчины у нас как таковой нету. Вот, ну, классная. Мне нравится вообще бытовая химия от Фаберлик. И еще вот забыла показать. Но это тоже до кучи вот такие патчи для век. Вот, ну, попробуем. Не знаю. Вот. Так что вот такой вот у меня был, ну, можно сказать, небольшой заказик от Фаберлик. Но самое главное это баночки. Баночки это вообще, это просто. И сейчас я буду украшать вот эту вот мою елочку. И сейчас я буду украшать вот эту вот мою елочку. Смотрите, какая милая елочка у меня получилась. Правда, вот этот снежок, не знаю, либо плохо взболтала я, либо что, но что-то он меня подвел. Ну ладно, его можно немножко подсохнет, так распушить пальчиком. Вот, но все равно очень мило, немножко так заснеженно получилось. И очень симпатично, на мой взгляд. Мне прям нравится. Милота-милота. Вот. Но здесь на этой гирлянде режимов никаких нет. Она просто будет вот так вот у меня светиться. Еще, как вы уже увидели, я решила украсить вот эти баночки. Я их поставлю сейчас на кухню, на стол. Правда, мне нечего туда положить. Было бы прикольно сюда положить, может быть, маршмеллоу какие-нибудь. Или, ну не знаю, какие-то конфетки. Может быть, имбирные печеньки какие-нибудь небольшие сделать. Вот. В общем, украсила вот так. Надо вот это подобрезать. Сейчас у меня досохнет вот это вот до конца. Вот этот, помните, шпагат, который я купила в Галамарте. Вот. У меня еще была вот такая гирлянда, которая порвалась. Эта гирлянда была куплена в фикс-прайсе. Я отрезала вместе вот с этой бусинкой и приклеила ее вот сюда вот таким клеем. Вот. Нашла у мужа какой-то клей. Стащила. Вот. Сейчас у меня подсохнет. Я вот это немножко тут подправлю все. И вот эти покороче сделала. В общем, пойдемте украшать мой стол теперь на кухне. В общем, сегодня у меня такой день украшательства. Но баночки, мне кажется, очень мило получились. Было бы здорово сюда, знаете, такие деревянную такую игрушку. У меня таких нет, поэтому я решила из того, что есть, сделать. Вот. Ну, мне кажется, очень мило получилось. Как вам? Напишите. Так, ну что, прежде чем украсить, я хочу все намыть. Намыть диван, намыть стол. Саму вот эту клеенку хорошо помыть. И как мне нравится, девочки, вот это вот. Извиняюсь, стол грязный. Я вообще смыть буду. Как мне нравится вот этот снеговичок. Вообще, такая милота просто. Он у меня тут стоит. Вот. В общем, сейчас буду все намывать, убирать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, вот так вот у меня получается. Положила еще он туда вот эти подушки антистрессовые. Так, для новогоднего настроения. И вот сюда поставила свои баночки. На самом деле, было бы здорово, если бы либо печеньки или маршмеллоу, как я уже сказала, но я положила сюда конфетки. Ну, это соль с бочистки нам всегда на столе нужно. И сюда тоже маленькие киндеры положила конфетки. Ну, и немножко шариков. Вот так вот у нас получается. И вот эти вот штучки. Но на мой стол они достаточно большие. То есть, если положить вторую сюда, то будет внахлёст. Ну, у меня так. У меня, в принципе, самое главное мужчина в моем. Я-то аккуратно ем. Ну, это больше так, для декора. Видите, они такие. Ну, да, это у меня для декора здесь они лежат. Вот. Так что вот так вот у нас миленько получается, да. На самом деле, тоже хотела ответить по поводу стола моего кухонного. Решила перевернуть камеру. И, девочки, я очень извиняюсь. У меня здесь освещение такое. Ну, вот как бы такое, да. Я какая-то очень себя как будто блестящая. Вот. По поводу стола моего кухонного. Я безумно хочу себе большой стол. Такой прям огромный-огромный. Чуть ли не на 12 персон. Честное слово. Очень хочу. Но я хочу сразу купить стол достаточно дорогой, скажем так. То есть, я хочу такой добротный, хороший стол купить. И, конечно же, такие столы стоят денег. И поэтому... Ну, вот сейчас, по крайней мере, перед Новым годом, я ничего такого покупать не планирую. Но в ближайшее время очень хочу. Вообще вот в этой части, где у нас такая а-ля гостиная-столовая, я хочу много что переделать. Но, как вы понимаете, на это же нужно много денег. Поэтому пока живем вот так. Да. Стол у нас очень маленький для нашей семьи. Конечно, очень он маленький. Вот. Но если все будет хорошо, то обязательно заменим. И я думаю, что обязательно так оно и будет. Ну, а я сейчас пойду готовить себе ужин. Мы сегодня тут с мальчиками одни. Мой муж уехал, ну, типа а-ля командировка. В общем, перед Новым годом тоже у него завал на работе. И, в общем, ужинаем мы сегодня втроем. Никого дома нет. Мама моя тоже уехала. Вот. И хочу себе приготовить... Не знаю, сейчас поищу что-нибудь. Цветную капусту, наверное. Хочу сделать запеканочку. Мальчиком моим сегодня... Еще со вчера осталась у меня курочка с гречкой. Они поедят салатик только овощной сделаем. Вот. А себе запеканку. Так что пойду готовить ужин. Итак, вот я буду делать сейчас себе вот эту запеканку с цветной капустой. У меня вот такая цветная капуста. Ее совсем чуть-чуть, видите? Маленькая плошечка. Это сестра мне в прошлом году... Как в прошлом году? В этом году летом давала. У меня ее замораживала. И сейчас одно яичко смешала с небольшим количеством сыра. В общем, сверху сейчас вот так положу. Вот так вот у меня получается. И сейчас поставлю в духовку при температуре 180 градусов. Наверное, где-то минут на 20-25 посмотрю по готовности. И цветную капусту я, конечно, тоже предварительно посолила. И вот такая вот у меня получается запеканочка. Очень вкусно. Правда, детки у меня отказались ее кушать. Так что я буду есть одна. Прямо отсюда. И вот так вот у меня получаются вот эти соцветия в яичке, в сыре. Я прямо отсюда буду уколоривать и кушать. Очень вкусно. Я люблю такое. В общем, мне, девочки, не угомониться. Помните нишу, которую я вам показывала? Вот с этими сосульками-то, которые у нас. В общем, украсила я ее вот таким образом. Хотела сюда, на самом деле, купить такие, знаете, большие такие свечки. Не вот эти подсвечники. Потому что они мне не нравятся. А именно такие большие свечи. Но они, я так понимаю, продаются в Икеа. И ехать за двумя свечками в Икеа мне как-то не очень хочется. Ну, в общем, пока будет так. Может, все-таки где-нибудь увижу свечки или доберусь до них. А вот этот букетик я составила сама. Здесь у меня находится морская соль, пищевая. И не вот такие вот камушки стеклянные, как типа льдинки. Камушки стеклянные – это декор для цветов, по-моему, каких-то. А вот здесь вот, вот эта заснеженная – это искусственная веточка. Вот эта тоже искусственная. А вот это натуральная веточка. И вот эту натуральную ветку я не обдирала специально. Вот это вот дерево, ну, в смысле, елку, да. У нас просто по линии электропередач сейчас, вот в декабре месяце, пилили деревья. То есть зачистку делали вот этот ленцвет или как он там называется. Вот. И спилил там очень много елок, сосен и так далее. И они всю эту древесину возят на свалку. Ну, очень многие жители нашего поселка забрали эти ветки для того, чтобы, как это, накрыть розы там какие-то свои, да, чтобы не спиливать, как укрывной материал. И я тоже, естественно, взяла. В общем, отрезала пару веточек от тех лап, которые вот взяла для укрывания роз. Вот, конечно, жалко, очень жалко, попилили деревья. Очень там красивые такие елки у нас были, все спилили под корень стволы, они на лесоперерабатывающий комбинат, да, это называется, туда увезли. А вот эти ветки все на свалку. Ну, хотя не все они там их увезли, еще часть лежит. Ну, в общем, вот такая вот у меня композиция. Когда, кстати, сидишь вот здесь, вот сейчас я чувствую аромат елочки. Так что вот так вот. И еще я тут никак не могу угомониться. Я еще поставила. Это тоже настоящие еловые веточки. Я их поставила в водичку. Вот, ну, снежок этот, конечно, вообще. Я тут трясла, трясла, трясла эту банку. И все равно он какой-то вот такой. Ну, хотя с другой стороны, издалека очень даже симпатично. Так что вот такой вот у нас уголочек симпатичный получается. Вот, ну, если будет мешать, мало ли опадать. Вообще вот эти снежинки, они такие как липкие. Вот, если будет что-то опадать или мешать, конечно, я отсюда уберу. Вот, а так вот такая вот у нас красота. Так, ну что, украшательство я натворила тут. Вот, и надо теперь мне пропылесосить. Мои животные тут пришли, как всегда. Вот, злодеи. И сейчас буду пылесосить быстренько. Мои животные тут. Все, девочки, я умаялась. Мой неугомонный мозг. На самом деле, я сегодня собиралась отдыхать. Думала, мужа дома нет. Ну, что еще остается делать? Отдыхать. Думала, буду валяться с детьми на кровати. Не знаю, дурака валять, в общем. И в итоге думаю, ну, надо украсить одно. А второе, короче, понеслась. И пропылесосить уже. И, в общем, короче, я устала. Ужас какой-то. Ой, ну ладно. На самом деле, вот эта елочка. Слушайте, я сейчас еще открыла окно. Ну, после того, как пропылесосила. И чтобы немножко проветрить, пока дети на втором этаже. И сейчас сижу, и прям так елочкой пахнет вообще. Вот вроде бы, да, там веточек, всего ничего. Аромат прям есть. Здорово. Прям классно. Вот. Ну, ничего, если они у меня падут, у меня еще есть. Если снегом не завали, то там где розы, у меня еще есть пара веточек. Я заменю их, если что. Вот. Вообще, на самом деле, мне жалко деревья пилить. Вот. Хотя знаю, что их специально в питомниках выращивают елочки для того, чтобы радовать каждого в доме. Вот. Но нам жалко. И старшему моему сыну, кстати, тоже очень жалко елочке. Вот. Он говорит искусственно. Вот. Так что на сегодня буду с вами прощаться. В общем, все-таки решила пойти поваляться немножко со своими мальчишками. Вот. На сегодня буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Я надеюсь, я передала вам немножечко новогоднего настроения. Желаю вам не сильной суматохи перед Новым Годом. Оставляйте свои комментарии. Ставьте пальчики вверх. Мне это очень приятно. Всех люблю. Целую. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok